Всем привет! Итак, хотелось бы сделать небольшой обзор двух устройств, которые, несмотря на схожий форм-фактор, являются в некотором роде идеологическими противниками. Так как первая это Nokia N900 с установленной системой MyEmo, которая является модифицированной версией Linux, если можно так сказать, и HTC Tech Pro 2 на Windows Mobile. Посмотрим, кто же из них лучше, по моему скромному мнению. Эти два аппарата с QWERTY клавиатурой. Итак, что касается их внешнего вида. Оба аппарата довольно толстенькие, и благодаря своей QWERTY клаве обладают практически одинаковым размером экрана. У Nokia N900 3.5, у HTC Tech Pro 3.6. Но в руке HTC Tech Pro держать намного приятнее, так как у него всё-таки металлический корпус из алюминия ощущается в руке. Тут же, к сожалению, пластик. Давайте мы включим их, посмотрим, кто быстрее загрузится. Итак, кнопка включения у Nokia находится сбоку, потому что производитель думал, что это устройство будет чаще держать именно в ландшафтном режиме, а HTC сверху. Начинаем загрузку. У N900 как бы, знаем, кнопка включения находится сбоку, чтобы он был в ландшафтном режиме. Предполагаю, что так больше будет использоваться. HTC стандартно сверху. В HTC установлена модифицированная прошивка. А у Nokia стандартно с несколькими изменениями. Зато в HTC тут написаны все технические характеристики. Ну, как мы видим, Nokia уже загрузилась практически. Да. HTC ещё думает. Ну, наконец-то и она. По техническим характеристикам экрана они практически одинаковы. У Nokia 3.5 в HTC 3.6 дюйма с одинаковым разрешением 800 на 480. По железу тоже практически одинаковы. Оперативные памяти обоих по 256 мегабайт. Процессу HTC немножко послабее. в остальном можно считать их идеологическими. Ну, и ради чего берут... Ну, и ради чего берут... Ну, и ради чего берут такие смартфоны? Конечно же, ради QWERTY. Вот тут разница намного круче. Как мы видим, у N900 клавиши довольно маленькие, компактные. А последний ряд довольно сложно нажимать, особенно тех, у кого большие пальцы, так как он очень близко расположен к краю. HTC же идеальная клавиатура. Клавиши широкие, разнесены. Жаль, что не хватает. Кириллический бук. Поэтому и пригодится виртуальная клавиатура. Также у HTC есть очень прикольная фишка с джойстиком. Также у HTC есть очень прикольная фишка со стилусом. Вы видите, экран выключен. Но стоит его достать. Он включается. 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 У Nokia, к сожалению, такого функционала нет. Ничего не включается. Нажимаем. Нажимаем. Также у HTC есть спереди функциональные клавиши вызова принятия и отбой клавиатура Windows, которая вызывает общее меню приложения и кнопка назад. Они подсвечиваются очень удобно и понятно. Хотя, были бы они больше, было бы еще более удобно. У Nokia же таких нет, так как тут больше надеялись на жесты. Но это их выбор, в конце концов. Что касается камеры, тут Nokia безусловно лидирует. Вот и как он зайц. Защищенный объектив. Две вспышки. К сожалению, на Windows Mobile коммуникаторах никогда не ставили хорошие камеры. Наверное, считали, что это для бизнеса. Поэтому тут даже нет вспышки. Зато есть кнопка вызова камеры, которая находится рядом с самой камерой. где сейчас обычно располагает датчик отпечатка пальца. Это самое странное расположение когда-либо видел. Видите, нажимаем. И запускается камера. Это же надо было поставить ее именно туда. Чтобы там была вспышка. Хотя бы можно было бы использовать ее как фонарик. Фортки получаются очень грустные. Но если придется, почему бы их и не сделать. Что касается аудиоразъема. HTC в целой серии своих устройств сделала то, что Apple умудрилась сделать только в седьмом айфоне. А именно совместить зарядное и аудиоразъем в один. Мало того, туда подходят только наушники от HTC. Видно там. Поэтому пришлось их заказать отдельно. Себе. Чтобы в кое-то веке послушать музыку. Радио у нас мультимение. Кстати, интерфейс радио мне тут очень нравится. Все ясно, понятно, на что нажимать. Можно даже выбирать, чтобы радио играл еще с динами. Звучит музыка. У Nokia же изначально радио было выпилено из прошивки. Благо народные умельцы запилили. Но она мало того, что постоянно включает блютуз, а без него вообще не работает. Так еще и не может играть через динамики. То есть его функционал довольно урезан. Что печально, конечно. Вообще, что касается программного обеспечения, тут безусловно винда рулит. Хотя есть и свои небольшие проблемы. Проблема, как ни странно, заключается в высоком разрешении экрана. А также в операционной системе. Дело в том, что Большинство программ было написано для стандартного разрешения 240 на 320. А в таком высоком разрешении Многие игры запускаются в маленьком окне Или запускаются на весь экран. Но с таким ужасно мелким шифтом, что ничего не разобрать. Поэтому их тут довольно мало. Зато есть много плюсов. Начиная с официального офиса 2010. Новитела. С последними офлайн картами 2018 года. В то время как на Нокии Есть только Старые карты, которые не обновлялись в железе. Спутников 10 5-7 Можно, конечно, использовать онлайн карты, но для навигации Офлайн Офлайн выручает намного чаще. Вот Вот И последняя навигация К сожалению, в помещении не ловят спутники, но Когда выхожу Спутников 10-12 всегда При мне Диспетчер Диспетчер Задачи Вызывается Очень удобно Нажимаем Правый верхний угол И вот он Снять задачу Делаем в шляпе Тут же это не так интуитивно Например Медиаплеер Нужно выходить И нажимать Именно В левый угол Сообщение И потом уже Видны все задачи С другой стороны Когда Происходит работа программы То мы можем в реальном времени за ней наблюдать Что удобно Что касается мультимеди Для начала Не забываем Про ножку Очень удобную У Nokia Которая позволяет облокотить Телефон И наблюдать за нашим Прелестным фильмом Конечно же Про зомби Ну и про Два динамика Что не может не радовать Ну и про У NGT6 есть Всем известный Core Player Ранее в сериале Элайза Маркет Заведующая рекламой в Макс Рейджер Писали, что у Макс Рейджер Есть опасные побочки Элайза сказала, что разберется Конфетчик Он вломился ко мне Я убил человека Покажи Он лежал тут Ты препараты какие-нибудь принимал? Пропавшими детьми из скейтпарка у вас не... Когда я приехал, он был уже мертв Вы приехали в пол одиннадцатого Соседи сочли встали десятью минутами раньше И где там находились? У вас все детективы? Я вела машина Отлично По каким улицам? Мы проверим кадры с камер По мне так Гэйдж Ти Си Звук, несмотря на то, что тут всего лишь Один динамик Звучит намного четче и объемнее Можем сравнить в музыке Чтобы быть более точным Итак, где-то за нас Звук, несмотря на то, что мы живете За тебе Звучит медью Звук 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 Продолжение следует... 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 в Windows Mobile, так как тут выпускали достаточно серьезные компании вроде я и прочие. К сожалению, на мои нативные игры ужасные и примитивные. Единственное, что их спасает, это портированные игры. Вебосгеймс. Всем известные шарики. То есть бриллианты. Довольно залипательная игра. Которую все знают. Кто не играл в около 9. Убьем гада. Да, ну или он у нас. Я роллин. Обожаю игры, где нужно расследовать преступления в нор-стиле. Так, очистили оперативку. Дом 2, РПГ. Знаменитые. Знаменитые. Не весь. Прикан. Сплэнтер Сэлл От Геймлафта Сэлл 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 Даже наша любимая ГТА. Как видите, можно управлять и без стилуса. Продолжение следует. Отличная ГТА. Правда, прежде чем все ярлыки поместились в папку игры, пришлось немного повозиться. Так иногда почему-то они ставили совсем другое место. Нужно было файловым менеджерам их перекидывать куда надо. Даже Ubisoft и Prince Persia. Нужно было файловым менеджерам их перекидывать куда надо. Нужно было файловым менеджерам. Дальше. Дальше. Даже Playboy. Можно выбирать какие игры хочешь. Забавная штука. Забавная штука. Забавная штука. Забавная штука. Также можно запускать Java приложение. так как и там и там есть его симулят а вот как то так игры много разных и они действительно интересны ну что я хочу сказать в итоге что касается камеры безусловно на 900 роли в остальном экран больше клавиатура намного более удобная есть кнопки на панели которые позволяют обойтись их нажатием при принятии отбоя вызова функциональный стилус который зажигает экран и активизирует его отличный звук ну и конечно же программное обеспечение в виде кучи игры приложений для меня HTC рулит да конечно на 900 можно устанавливать разные операционные системы но зачем если нужно что то другое просто берешь и покупаешь лично я лично мне больше понравился HTC особенно металлический корпус если бы не еще и звук вход для динамик для наушников и для зарядки ставлю отдельно вообще было бы по красоте но и так неплохо спасибо им за их великолепные смартфоны коммуникаторы и КПК мы вас не забудем спасибо и вам и до скорых встреч